Как-то не странно, но сегодня в разрастающемся скандале вокруг губернатора Нью-Йорка Куома уже не доминировали эти три женщины, которым Куома в косвенной форме предлагал переспать. На первый план вновь вышли погибшие в домах для престарелых. Куома утверждал, что намеренных манипуляций с цифрами погибших фактически не было, хотя он действительно боялся, что в ходе расследования Трамповского министерства юстиции эти цифры будут использованы в политических целях. Но федеральное расследование началось прошлой осенью, а как сейчас стало известно, согласно показаниям работников администрации, еще в июне был острый конфликт между департаментом здравоохранения Нью-Йорка и ведущими помощниками Куома. В июне оказалось, что погибших непосредственно в домах для престарелых было намного больше первоначальной оценки весной, больше 9 тысяч. Департамент здравоохранения, как положено, включил эти цифры в свой доклад, но помощники Куома этот доклад собственноручно отредактировали, изъяв из него эту статистику. То есть имело место совершенно намеренное сокрытие тех данных, которые были получены медиками. Ко всему прочему, именно в это время Куома начинал писать свою книгу о его героических достижениях в борьбе с вирусом. В общем, цифра 9 тысяч погибших в Нью-Йорке в домах для престарелых выглядела особенно плохо, поскольку очень существенно превосходили цифры по Нью-Джерси, эти 9 тысяч. Где в целом погибших на 100 тысяч населения было даже больше, чем в Нью-Йорке, но в домах для престарелых там погибших было 6 тысяч, а не 9. Позже уже к концу года выяснилось, что ко всему прочему и 9 тысяч погибших в Нью-Йорке тоже неправда, поскольку в Нью-Йорке не считали тех, кто умирал в госпиталях, когда их привозили из домов для престарелых. Общее число смертельных случаев в домах для престарелых Нью-Йорка оказалось выше даже 15 тысяч, а 15 тысяч – это треть всех погибших от вируса в штате Нью-Йорк. Министр обороны Израиля Бенни Ганс заявил, что у Израиля имеются детальные планы удара по иранским целям в случае, если кризис с его ядерным оружием будет обостряться. Согласно Гансу, израильская разведка имеет точные координаты расположения, в частности в Ливане, в Сирии, сил Ирана и союзных с ним группировок. Точные координаты ракет, стартовых площадок, складов, казарм и так далее. Все эти цели, согласно Гансу, были проверены, уточнены, израиль готов к нанесению удара в любое время. Ядерная эскалация Ирана должна быть остановлена. Заявил Бенни Ганс, мы готовы в случае необходимости защищать себя и самостоятельно, хотя предпочитаем действия совместные. Военные объявили о завершении строительства подземной бетонной стены между Израилем и сектором газа. Подземная стена является только одним из компонентов барьера длиной в 60 км, который включает также заграждение, стоящее над землей, огромное количество сенсоров, фиксирующих движения и над и под землей, и многочисленные другие электронные устройства. Как известно, уже на протяжении многих лет Хамас пытается создать систему подземных переходов на территории Израиля, в котором в случае военных действий будут перебрасываться отряды палестинских боевиков. Туннели эти постоянно обнаруживаются израильскими военными, уничтожаются, но строительство их палестинцы не прекращают. В следующей части о том, что Папа Римский сейчас находится в Ираке. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова